А я помогу еще. Ух ты, ух ты. А я сейчас помогу. Ух ты, какой. Ну, Ксюша позади. Миша. Ну, конечно, распакуйся, только аккуратно. Остались там пенсионеры, остались инвалиды. Мы еще последние, самые стойкие держались, ожидали. Думали, ну, может, все-таки ситуация стабилизируется, но, может, фронт куда-то отойдет от нас. Ну, так этого не случилось. Это не то, что можно пожелать ребенку. Хочется, чтобы дети жили в мирной стране. Хочется, чтобы дети ходили в обычную школу, чтобы были настоящие уроки. Дети писали тетрадочки. Мы сдавали, отвозили на свой страх и риск, проезжали эту вот небезопасную зону. Это вот начиная с сентября месяца. Просто учителям меняли тетрадочки, они их там проверяли. Вот как бы на этом все. Это черновик. Вот мое задание. Это химия. Ехать в школу, это, наоборот, лучше, чем дома-то сидеть, вот это решать, и ничего не понимаешь, как это делать. Например, упражнения или задачи, это очень трудно самим. Поэтому надо поддержка учительства и внимания. А тут надо интернет. А тут всем карты нет просто. Так что это будет трудно. Когда будет интернет, то можно будет скачать книжки, можно будет учиться. Так, звичайно, он подключен интернет просто на другую половину будильни. Подключен, это все технические моменты, которые мы сейчас все это угодимы. И будут учиться дистанционно. Большие семьи есть такие, которые отрабатывали от получения этой помощи, потому что они говорят, что мы сами придбали за свои деньги, которые нам платит государство на получение этих детей. Мы сами сможем придбать планшеты или телефоны для учения.